Здравствуйте, друзья! Сегодня с вами хочу поговорить о подкормке растений комнатных карбамидом, в котором содержится более всего азота. И сегодня я буду подкармливать вот свой фикус Бенджамина, который стоит у меня на искусственном освещении. И так как освещения ему достаточно, он даже на определенных ветках, на которых раньше он не показывал особой активности, он начал наращивать новую листву. И так как световой день уже увеличился, его уже можно и подкормить. Остальными элементами я его подкармливать не буду, так как самостоятельно эту землю, в которой он растет, я делал. Это грунт не покупной, это грунт, который я делал на основе дерновой земли. То есть это дерновая земля в смеси с нейтрализованным торфом и в смеси, кажется, с лесной землей, ну и с листового такого перегноя. И состав земли этот примерно равными частями вот эти три составляющие. То есть одна часть дерновой земли, одна часть торфа нейтрализованного и одна часть, ну, такого листового перегноя, который был набран, ну, по сути, это листовая земля, которая была набрана в таком лиственном лесу. Вот он такой вот вырос, пересаживался он в последний раз, около, возможно, четырех лет назад. Он пересаживался уже довольно-таки давно. Верхний слой земли в нем также не менялся. Вот как он с того времени, со времени посадки есть, так он здесь и растет. Вот единственное, что я делаю, это поливаю его удобрениями летом и весной. Я его поливаю комплексными удобрениями и органическими, и минеральными. Ну, а в такой зимний период я его практически не удобрял. Единственный раз я его поливал удобрением, которое называется Корневин. Посмотрите мои прошлые видео. И в нем я рассказывал о шифлере, которое вот здесь стоит. И эту же шифлеру я поливал этим же удобрением, которое содержит в себе больше всего фосфора. Ну, и фосфор мне нужен был для стимулирования корней, которые вот здесь вот таким вот образом наросли. Вот они и здесь. Здесь их также видно. И вот это вот так же все корни, которые и вот они на вот этом вот стволе. Поэтому зимует вот это вот растение довольно-таки неплохо. Это благодаря фосфору. Калийные удобрения были внесены все еще в весенний-летний период. И я вам об этом расскажу позже. Или пишите в комментариях. Могу вам рассказать и раньше, сделать дополнительное видео о том, как я удобрял это растение комплексными удобрениями для сбалансированного его питания. Но давайте сегодня поговорим о карбамиде. Так как сегодня я заметил, что растение тронулось в рост. Сегодня у нас 26 января 2020 года. Поэтому я решил подкормить мой фикус Бенджамина азотным удобрением. Вот карбамид, который у меня хранится вот в такой вот емкости. Это емкость из-под протеина. Просто в ней удобно этот карбамид хранить. Он накрывается и защищен от влаги. Ну и удобно его здесь и хранить, и переносить. Теперь, друзья, поговорим о дозировках. Какие же дозировки следует применять для того, чтобы безопасно ваши растения подкормить. Если вы выбираете подкормку в весенне-летний период, когда у вас очень активно растет масса вегетативная, растут листья, вы можете применять дозировку, которая составляет в среднем по вот таким вот... Если вы используете ложку столовую, то это будет одна столовая ложка на ведро воды. Или же в пересчете на граммы это будет... Ну, это у меня сейчас, скажем так, практически половина этой дозировки. Но это будет порядка... Возможно, сейчас камера... Давай же, фокусируйся. Ну, это будет порядка 20 граммов на 10 литров воды. Сейчас здесь 10. Вот она сфокусировалась. Сейчас здесь 10. Это половинная доза, так как сейчас у нас не весна. Мы сейчас только готовимся к весне, поэтому здесь 10 граммов карбамида, которая является половиной от нормы его внесения для подкормки жидким удобрением, жидким в виде раствора. Теперь, если я вам, чтобы показать, продемонстрировать, какие же это... Если у вас нету такого стакана, но есть вот такая ложка, то это, в принципе, ну, половина вот такой вот ложки, если я пересыплю этот весь карбамид вот в такую ложку. Вот я высыпал все, что есть. Ну и, по сути, здесь даже чуть больше, чем половина, но это доза, которую я... Это доза, которую я применяю для подкормки таким неконцентрированным раствором меньше, чем в весенний-летний период. Это на 10 литров воды на ведро воды. Но, так как сейчас я не буду применять... Мне не нужно 10 литров, я хочу подкормить, ну, пол-литрами воды. Мне много не нужно. То есть, я полью вот этот вот фикус, ну, и, возможно, подкормлю другие растения, которые сейчас проснулись и хотят наращивать дальше листья, ну, и вообще хотят уже активно расти. Вот у меня здесь пол-литра воды. Вот в этой лейке пол-литра воды. И на пол-литра воды я в пересчёте на граммы использую 1 грамм... на 1 литр 1 грамм карбамида. Так как тут пол-литра воды, значит, я буду использовать всего лишь пол-грамма карбамида. Или лучше, если это будет меньше, всё-таки лучше постепенно подкармливать ваше растение. И пусть оно получает меньше, ну, равномерными дозами вы распределите это там на протяжении месяца равными частями. Каждую неделю, еженедельно можете поливать. Так как я поливаю свой фикус Бенджамина, вот за зимний период, первый раз, я буду использовать на основании 2-граммовой вот такой вот мерной ложечки. Здесь 2 грамма. Я буду использовать пол-грамма карбамида на пол-литра воды. Это максимум. Больше мне не нужно. И я буду поливать его в поддон. В поддоне уже очень много корней. Ну, не в поддоне, много корней, а вот в нижней части, там, где дренаж, там тоже уже проникли корни. Эти корни выпьют быстро этот карбамид. Ну, и растение тогда ускорится, будет более интенсивно расти. И вот такую дозу карбамида я сейчас буду растворять в воде. Ну, чтобы вам было проще. Если у вас такой мерной ложечки нет, то, пожалуйста, отсчитайте около ну, возможно, 10 гранул вот такого обычного карбамида. Максимум 10 больше. Пока что не нужно. Как удобрять более концентрированными удобрениями? Ну, мы поговорим с вами позже. Лучше меньше сделать дозировку, но поливать их регулярнее. Поэтому 10 вот таких вот гранул карбамида вам хватит за головой больше. Поливать не нужно. Ну, вот я сейчас вам покажу, как они быстро растворяются. Они растворяются очень-очень быстро. Я растворяю сначала в такой маленькой вот емкости. Ну, они очень-очень-очень быстро растворяются. Буквально там за минуты за минуту они уже будут все растворенные. И от них, в принципе, ничего там видимого не останется. Они растворяются очень быстро. И вот этими растворенными гранулами в жидком растворе мы поливаем. Вот они буквально и растворились. все. Можно этот раствор выливать в наш в нашу лейку. Я сейчас ее размешаю слегка. Пусть это все растворится еще. И вот этим раствором, который не храните. Лучше меньше его приготовьте и израсходу его сразу же, как только вы его приготовили. Не храните. Карбамид этот весь улетучивается, он очень легко испаряется, если он уже в растворенном виде. То есть, в грунт, если его сыпать, его нужно заглублять. По поверхности его вообще рассыпать не рекомендуется, но лучше его растворить и тогда можете полить. И вот я беру и в поддон наливаю вот получившийся раствор, получившееся жидкое удобрение и этот фикус, который в этом зоне растет довольно-таки долго, получит свою подкормку и дальше будет наращивать свою зеленую массу, которая здесь и так вот уже увеличивается, эти листья уже растут, они довольно-таки крупные, вот растут новые ветки у этого фикуса, ему подсветка идет в виде светодиодных вот таких вот лент и свое солнце он получает, ну а естественно природного освещения ему добавляется вот с каждым днем все больше, вот у него уже вот этот вот новый появился прирост, поэтому вот пожалуйста такие вам рекомендации по дозировкам карбамида, по его применению, это не концентрированный раствор, а о более концентрированном растворе мы с вами поговорим в следующих видео, задавайте пожалуйста вопросы, если у вас есть, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч, всего хорошего!